МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша лекция, которую прочитает профессор-бушканец Лея Ефимовна. Лея Ефимовна, помашите ручкой залу. Давайте поприветствуем Лею Ефимовну. Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Ну вот здесь у нас на заставке написано фраза из Пушкина «Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет». Но на самом деле, если вы не умеете плести рифмы, то вы тоже не поэт. А нужно ли это в реальной жизни? Поможет ли это майке биткоина и вообще зарабатывать деньги? Но не все в нашей жизни нужно на самом деле только для того, чтобы деньги зарабатывать. Есть еще то, что доставляет нам в жизни удовольствие. А удовольствие доставляет поэзия. И не только поэзия. Стив Джоб сказал, не всякий человек может изобрести айпад. Только тот, кому интересна литература, культура, искусство. Только человек, у которого в голове он может сложить определенный дизайн, может изобрести айпад. Я с этим тоже согласна. Но есть и практическое применение знания того, что такое рифма, если вдруг вы действительно захотите участвовать в рэп-баттлах. Но какие рифмы используются в баттлах, мы узнаем с вами в конце. Потому что сначала мы должны вообще узнать, что такое рифма, какая она, какие они бывают. И потом мы с вами выясним, а какие же рифмы используются в баттлах. Я думаю, что вы все знаете, что это такое и что такое баттл, объяснять мне вам не нужно. Но давайте вспомним, что есть сказка Николая Носова про Незнайку. И в этой сказке уже шел разговор о том, что такое рифмы. Давайте маленький кусочек посмотрим. Я поэт, зову Незнайка, от меня вам всем приветик. Что-то не хватает. Я поэт, зову Незнайка, от меня вам всем приветик. Конечно, не складно вроде. Ах, понял, 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 а рифма нет. Да. Я поэт, зову Незнайка. Незнайка, 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 Понял, нашел, нашел. Я поэт, зову Незнайка, от меня вам балалайка. Собственно, первый баттл был у нас как раз в сказке про Незнайку. Там был поэт Цветик. Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик. А вот наш другой поэт Незнайка, он сказал, что от меня вам балалайка. Но рифма, конечно, какая-то такая смутная получилась. Но все-таки мы чувствуем, что с этим что-то не то. Может быть, вы вспомните, что Цветик объяснил Незнайке, что рифма – это когда рифмуется, то есть похожее окончание слов. И Незнайка сказал «да», тогда рифмуется палка и… Кто помнит? Нет, у Незнайки была другая рифма. Селедка, палка и селедка. Теперь скажите мне, пожалуйста, палка и селедка – это рифмы? Нет. А заканчивают это слова ведь одинаково. Все вроде бы правильно. Цветик сказал «рифма» – это когда слова заканчиваются одинаково. Пожалуйста, палка, селедка. Нет, это не рифма. Не все так просто оказывается в поэзии. И не так просто выяснить, что такое рифма и правильную рифму, чтобы мы чувствовали, что это рифма. Не так просто на самом деле сочинить. Потому что рифма – это то, что, во-первых, мы слышим. Когда мы смотрим, когда мы читаем, там могут быть окончания слов похожие, но это не считается. Считается только то, что мы воспринимаем на слух. И должны быть созвучия. Почему? Потому что стихотворения когда-то не читались, их не записывали, их пели и их сопровождали музыкой. Потом музыка ушла, но не случайно мы говорим лирика, потому что когда-то был такой древний инструмент лира, и поэт, играя на лире, сопровождал свое исполнение музыкой. Вот музыка ушла, и остались только слова. А вы знаете кого-нибудь из таких поэтов, которые сопровождали на лире исполнение своих стихов? Были очень древние, кстати, поэты. Может, Орфей? Может. Ну, чуть поближе можно. Да, но самый знаменитый. Орфей – мифологический поэт. Вот еще вариант. Прям можно крикнуть с места. Можно? Гомер. Конечно, Гомер. Конечно, да. Конечно, Гомер. Спасибо. Какие? А я думаю, Пушкин. Пушкин. Нет, Пушкин жил не так давно, и он уже не пел свои стихи. Хотя, конечно, когда он их читал, говорят, было совершенно потрясающе. Ну что ж, вернемся. И поэтому, когда музыка из поэзии ушла, надо было как-то сделать так, чтобы было понятно, что это не проза, что это стихи, что есть что-то особое вот в этих произведениях. И тогда кончики строчек стали рифмовать, то есть они стали созвучными, они стали похожими друг на друга. Вот эти вот похожие окончания строчек, они называются рифмой. Называются рифмой. А вообще слово рифма греческая, вот Гомер, неслучайно греческий поэт, и Орфей – это герой греческой мифологии, потому что рифма в переводе с греческого называется соразмерность, а на древнерусском языке рифму называли краегласие. Ну ладно, это не важно, как они даже назывались, мы пойдем дальше. Самое главное, что рифма – это очень важное слово в строчке, потому что если между несколькими словами есть созвучие, то они поддерживают друг друга, и мы понимаем, это самые важные по смыслу слова. Вот самое важное, когда мы читаем или слушаем стихотворение, мы уже ждем, что рифма будет. Вот такое наше внутреннее читательское и слушательское ожидание, мы понимаем, что это стихотворение называется «Рифменное ожидание», мы рифму ждем. И Пушкин, которого сейчас замечательно вспомнили, по этому поводу даже пошутил Евгения Онегиня. Там было слово «морозы», и Пушкин дальше пишет, читатель ждет уж рифмы розы, на, вот возьми ее скорее, говорит он читателю, и мы чувствуем, что с нами пошутили, потому что действительно к слову «морозы» мы ждем рифму розы. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, какие бывают рифмы, потому что, повторяю, прежде чем начать сочинять свои, нужно знать, а какие бывают и какие человечество придумало. Вот покажите нам следующий слайд, и у нас есть мужские рифмы. Вот смотрите, послушайте, пожалуйста, и догадайтесь сами, что такое мужская рифма. Дум, шум, друзей, моей, весть, честь, ус, француз, ходил, будил, там, холмам, клин, семьянин, чертог, ветерок, самые разные слова. И давайте посмотрим следующий слайд, и будет понятнее. А бывают еще женские рифмы. Покажите нам, пожалуйста, следующий слайд. Женские рифмы. Вера – мера, слово – стального, сцены – одену, колдунья – полнолунья. Что вы услышали? Мужские рифмы – это рифмы мужского рода, имеется в виду. Ну, заканчиваются на согласную, а женские рифмы – это женского рода, оканчиваются на гласную. Ну, например, вчера вечера, смотрите, заканчиваются на гласную. Это женская рифма. А вчера вечера… Нет, это мужская. Давайте поугадываем еще раз. У тебя интересные какие есть, пожалуйста. Давайте подумаем еще. Я думаю, что… Оранжевый микрофон вот сюда. В мужских рифмах в двух строчках рифмуются только две последние буквы, а в женских рифмах, ну, как бы, рифмуются три буквы последние. Ты знаешь, я бы сказала, тепло-тепло, почти горячо. Так, еще. Вот вариант, пожалуйста. Возможно, в мужских рифмах там рифмуются в конце все буквы, а в женских, то есть там, смотрите, вера-мера, то есть там вера, там окончание «а». Так. Так. Так, вот рядом сидит. Хорошо, подождите, 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 Валерий Алексеевич, можно я подсказку сделаю? Я еще раз повторю, потому что пока все еще только вот тепло, а горячейше не было ни разу. Послушайте меня внимательно. Я специально сделаю так, чтобы слова заканчивались на «а», чтобы не было подозрений, что заканчивается на гласную или согласную. Вчера-вечера – мужская рифма, вера-мера – женская рифма. Ус-француз – мужская рифма, ну, например, славой-кровавой – женская рифма. Еще раз послушайте, вера-мера, вчера-вечера. Все на слух, потому что поэзия – это музыка, мы ее слушаем. Кто еще догадался? У кого есть версия? Может быть, потому что… Погрунче. Может быть, потому что мужские, они более твердые, звонкие, а женские более мягкие. Да, женские мягкие, а мужские более твердые, жесткие. Но за счет чего? Посмотрите, ударение падает в мужских рифмах на последний слог, а в женских – на предпоследний. И они мягкие. Вот смотрите, маленький отрывок из Пушкина. «Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет, он бежит себе в волнах на поднятых парусах». Значит, первые две строчки – это женская мягкая рифма, ветер гуляет, подгоняет, а потом кораблик несется по волнам, и его несет этот жестокий ветер, он бежит себе в волнах на поднятых парусах. Чувствуете разницу? Мягкую – мягкая рифма, и более твердая, жесткая, с характером мужским рифма. А покажите нам еще дальше. У нас есть доктилическая рифма. Вот смотрите, самые наблюдательные из вас могут сказать, но ведь ударение может падать не на последний слог, не на предпоследний, а на третий с конца. И такая рифма называется, потому что есть трехсложный размер в стихотворениях «дактиль», дактилическая рифма. А вот как вы думаете, чем она будет отличаться от женской и мужской, вы уже можете это сказать. Третий слог от конца. Вот, например, там Азия, и вот, а следующее начинается на А, если убрать все остальные, то там тоже получается Азия. Хорошо, а прочитай слух стихотворения. Стихотворение кто может прочитать вслух? Ну, все могут. Кого-нибудь выберем? Карапели, 10 мудрецов. Карапели, то есть они сидели, работали, думали. Карапели, 10 мудрецов над рифмой к слову Азия. Бумагу кучу извели, но рифму так и не нашли. И крикнули в конце концов, какое безобразие. Ну, они нашли рифму? Конечно, Азия, безобразие. Но, смотрите, третий слог. Там вот слово одно было, карапели, оно вызвало большое затруднение. Это что такое, Лея Ефимовна, карапели? Сидели, работали, мучились, старались. Вот это и есть карапели. Кстати, сказать, я вот немножко так перемежаю. Вы знаете, что Лея Ефимовна не обычный профессор Казанского университета, она одна из самых известных исследователей творчества Толстого и Чехова не только в России, но и в Европе. То есть вы хотите сказать, что я карпею на творчество Толстого? Да, в сети ВКонтакте. Мы разместили недавно ее интервью аргументом и фактом. Поэтому, пожалуйста, заглядывайте в сеть ВКонтакте как студенты, так и родители. Это была рекламная пауза, но мы продолжаем. Итак, Азия, безобразие. Смотрите, ударение падает на третий слог от конца. Если мужская рифма жесткая, это последний слог ударения, женская, второй слог от конца мягкая, то дактилическая должна быть какой? Совсем мягкой, совсем доброй, совсем нежной, потому что ударение стоит очень далеко от конца слова. А смотрите, какие еще бывают дактилические рифмы. Ну, например, мужество, дружество, странники, слышите, да, странники, изгнанники, или, например, Наталья, талия, да, это у нас все время дактилические рифмы. Ну что ж, пойдемте дальше. И у нас бывают рифмы еще, там рифмы столько в русском языке, они такие разные, и все нам могут пригодиться. Во-первых, бывают рифмы точные. Это когда окончание слова полностью повторяется. Значит, какие у нас там были написаны рифмы точные? Странники, изгнанники. Посмотрите, анники, а еще у нас бывают рифмы пол, и остальные будут считаться неточные рифмы. А еще полные и неполные, там, где вообще даже не только с ударного гласного, а еще согласные повторяются. Например, макароны, бароны, роны, роны. Там только анники, анники, с гласного, а здесь роны, роны. Подобрать такую рифму на самом деле очень сложно. И поэтому приходилось долго сидеть и корпеть над своими стихотворениями. Это им не вдохновение с неба упало, стихотворение написать. Одним надо много думать, и рифму надо сочинять и подбирать. А вот самое интересное в конце. Посмотрите, пожалуйста, а что для нашего слуха больше рифма? Грузно, дружно или безмолвно волны? Безмолвно волны. Посмотрите, когда повторяются гласные, грузно, дружно, у и о для нас меньше рифма. Это очень интересное явление в русском языке. Для нас важнее, когда согласные повторяются. Был такой поэт в начале 20 века, Блок. Знаете, какую потрясающую фразу он сказал? Да. Ой, какой ты молодец. Он сказал, я думаю только о согласных. В русском языке настоящие рифмы делаются согласными гораздо больше, чем гласными. Ну давайте еще посмотрим. Нам же нужно знать еще, какие бывают рифмы. Пойдем дальше. У нас бывают абсолютные рифмы. Абсолютная рифма – это когда у нас все совпадает. Только одногласное О, а вторая гласная Ё. Одногласное У, а вторая гласная Ю. У нас гласное Мыло или И, Мило. Вот посмотрите, вот в этом стихотворении пальцы, пяльцы, что еще? Не как чердак. Но вот здесь то, что мы называем абсолютной рифмой – это пальцы и пяльцы. Такую рифму тоже непросто сочинить. Таких слов в русском языке не так много. И пойдем дальше. Но такие рифмы называются банальными. Их сочинить сложно, а кажутся они неинтересными. И вот банальные рифмы, они простенькие. Там у нас могут глаголы рифмоваться, например. Банальные, бедные рифмы. Ну и что, неинтересно. Но покажите нам, пожалуйста, следующий слайд. Вот был такой замечательный поэт, который, кстати, и пел свои стихотворения. И ваши родители, наверное, любили его песни. Блак Акуджава. И вот давайте прочитаем вместе это стихотворение. Там использованы самые простые рифмы. Не пугайся слова «кровь». Кровь, она всегда прекрасна. Кровь ярка, красна и страстна. Кровь рифмуется с любовь. Жар ее неотвратим. Разве ею ты не клялся? Вмиг, когда один остался, с вражьей пулей на один. О чем это стихотворение? О войне, о любви, о крови, о смерти. И посмотрите, поэт использует банальные рифмы «кровь и любовь». В русской поэзии тысячи стихотворений, где эта рифма. А оказывается, это самые главные слова. И поэтому даже с банальными рифмами можно написать гениальное совершенно стихотворение. Ну вот давайте посмотрим дальше. Следующий слайд. Банальные, тоже банальные, бедные рифмы. Вы можете попрактиковаться и посочинять стихотворения с банальными рифмами, и у вас все получится. Например, летать. Дальше смотрим, какие там рифмы? Летать, стонать, читать, знать, играть, писать, держать. Знаете, сколько в русском языке таких рифм? Пять тысяч пятьсот слов. Сколько можно написать стихотворений, чтобы получились эти рифмы? Пять тысяч пятьсот слов, которые заканчиваются на слово, на «ать». Да, и будут рифмы. Дальше давайте посмотрим. Большой, простой, сухой, немой, степной, озорной. Пишите стихотворения, не перепишите их. Сколько в русском языке, как вы думаете, слов? Тысяча двести слов. Тысяча двести слов там написано, правильно. А еще есть слова, которые заканчиваются на «а» не. Гадание, желание, знание, венчание, сверкание, сияние, щебетание. Рифму не хочу. Сколько их таких слов? Тысяча двести слов. Значит, сколько можно написать стихотворений, если вы эти слова знаете, вы будете их перепутывать друг с другом. А теперь давайте посмотрим. Уже мы подбираемся ближе к рэпу. У нас бывают рифмы, которые называются каламбурные. А что такое каламбур? Это неудачная шутка. Почему неудачная? Может быть, очень даже удачная. Просто еще версия. Там в одном слове одинаковые буквы и просто в каком-то месте ставится по-новому пробел, или точнее пропуск. Тут написано «Наполеон», «Наполеон». Это каламбурная рифма. А просто что такое каламбур? Пожалуйста. Каламбур – это когда из одного слова делают много разных маленьких слов. Нет, нет, нет. Еще последний ответ, и мы пойдем дальше. Каламбур – это игра слов. Молодец. Каламбур – это игра слов. А каламбурная рифма – это когда у нас есть одно слово, а рифмуем мы его с несколькими словами. Посмотрите, что мы можем срифмовать. Например, да, какие у нас тут есть слова рифмуются? Наполеон, «Наполеон». Посмотрите, у нас берется слово, а рифма мы его это слово разделили, и получился каламбур. Вы знаете, в русской поэзии был еще такой поэт, вот это вы точно не знаете, это я как профессор университета знаю больше вас пока что. Сейчас вы тоже узнаете, мы сравняемся в знаниях. Был такой поэт, его звали Минаев. Он сочинил в русской поэзии каламбурные рифмы и их активно использовал. Ну, например, он шел по Невскому проспекту, у него рифм было в голове безумное количество, Невский проспект длинный, и он однажды на Пари сказал, «Пока я буду идти по Невскому проспекту в Петербурге, я буду сочинять каламбурные рифмы». Он шел больше получаса, не остановился ни разу. Представляете, и он выиграл Пари. И он про себя сказал, «Область рифм – моя стихия, и легко пишу стихия». Без раздумья, без отстрочки я бегу от строчки к строчке. Даже к финским скаламбурам обращаюсь с каламбуром. Вот такой вот замечательный момент. Ну и быстренько мы с вами сейчас вспомним, что если у нас строфа, то есть несколько строчек вместе, то там рифмы могут быть расположены по-разному. Покажите нам, пожалуйста. Значит, это у нас перекрестная рифма. Первая, третья, вторая, четвертая строчки. Ну, я думаю, все понятно. Даже не нужно подробно объяснять, вы же все умницы. Дальше. Это у нас кольцевая рифма. Почему кольцевая? Потому что рифмуется первая, четвертая, вторая и третья. И следующая парная рифма, когда рифмуются две строчки подряд. Идем дальше. У нас бывают потрясающие рифмы, и они нам уже очень нужны, потому что если вы хотите побеждать, вы должны знать, что это такое. Это панторифма, когда все слова в строчке рифмуются между собой. Опьяняет смелый бег, а вивает белый снег. Режут шум и тишину, нежут думы про весну. Посмотрите. Опьяняет, а вивает. Смелый белый бег снег. Все слова рифмуются между собой. Но сочинить такую строчку, ой-ой-ой, как на самом деле тяжело. Конечно, не всегда бывает так, что поэт сочиняет рифмы сам. Тем более у нас сейчас в распоряжении есть интернет. Забиваете нужное слово и говорите, интернет, интернет, выдай мне, пожалуйста, рифму к такому-то слову. И кажется, что так писать легче. И вот я забила в интернет слово вод, то есть воды, вод, и получила, посмотрите, какое замечательное количество рифм. И у меня к вам такой вопрос. А все ли из того, что мне предложил интернет, можно использовать стихотворение? Скороход. Сейчас мы еще сочиним. Там в конце, видите, вопросительный знак? Мы сейчас добавим. Вот из того, что у нас на слайде, все можно использовать, чтобы стихи написать? Что нельзя? Ну, посмотрите, значит, вод, а вот, например, вход можно? Можно. А растение вот? А еще что нельзя? Молокозавод. Согласна. Мы не будем писать стихи про молокозавод. Еще? Картофель вот. По-моему, тут еще не должно быть слова мод. Ну, может быть, моды я бы и оставила, просто во множественном кисле, да? Пяткоход. Что-что? Пяткоход. Пяткоход. Точно. Попробуйте сочинить стихотворение про пяткоход. Кому это надо? Мусоропровод. Мусоропровод. Великолепно. Обойдемся без него. Водопровод. Тоже неудачная рифма. Удод. Удод. Пароход. А пароход, мне кажется, в стихотворение бы хорошо подошел. Вот пяткоход никак, а пароход подошел. Хорошо. А предложите свои рифмы. Вездеход. Вездеход. Голубиход. Вот посмотрите, не все то, что рифма годится для стихотворения. Вы же чувствуете, что получается смешно? А кто предложит хорошую еще рифму? К слову, вот. Рот. Еще. Компот. Компот. Ну, не знаю, это только для детских стишков. А серьезную какую-нибудь рифму предложите? Перевод. Еще. Кот. Кот. Можно. Кот-уход. Кот-уход. Хорошо. Еще. Год. Год. Давайте еще две рифмы и двигаемся дальше. Пешеход. Пешеход. Еще. Отход. Отход. Обход. А какое стихотворение, про что оно может быть, если там рифма обход? Вход. Вход. Хорошо. Пока остановились с придумыванием рифм. Но посмотрите. Вроде бы созвучие есть. Но для того, чтобы это было стихотворение, не каждая рифма годится. А покажите нам теперь, пожалуйста, следующий слайд. Есть такая замечательная игра. Она называется «Буриме». Буриме вам предлагают рифмы. Можете даже в интернет заглянуть. Пусть в интернет вам рифмы предложат. Вам предлагают рифмы, и вы должны сочинить стихотворение. Пусть будет просто с парными рифмами. Вы уже знаете, что это такое. Покажите, пожалуйста, нам следующий слайд. Кто может сходу предложить две строчки? Погромче, повтори, пожалуйста. По мне в лоб ударил холоп. Нет, две строчки должно быть. И они должны рифмоваться неправильно. Валю я гречку, стоя у печки. Уже лучше. Еще варианты? Любовь съела морковь. Ем я гречку. Но это строчки же должны быть. Там же и каждый должно быть. Ем я гречку, лежа на печке. Ем я гречку, лежа на печке? Еще в пример. Очень классная любовь. Погромче. Очень классная любовь, как сладкая морковь. Отлично. Возвращай микрофон. Мой друг познал настоящую любовь. Ведь попробовал он морковь. Хорошо. Вкусная была морковка. Ну и давайте два последних варианта. Люблю я гречку, лежа на печке. Это уже было. Что-нибудь новенькое нам, пожалуйста. Гречка жарит печку. Нет, это не стихотворение. Нам нужно две строчки. Мама готовит гречку, а я лежу возле печки. Почему все время все лежат возле печки? Да. Вот сзади, пожалуйста, вот оранжевый микрофон. Погласись, побыстрее. Молодым людям отдайте микрофон. Кто за гречка, ты без печки. Я ел морковь, вспоминаю любовь. Так, ну как-то просто... Грызу морковь, вспоминаю любовь. Так, нет? Пока, все, давайте мы на этом остановимся. А то у нас пока получаются очень простенькие стихотворения. А теперь, когда мы с вами знаем, что такое рифма, какие они бывают, как делают эти рифмы, как их сочиняют, и как непросто на самом деле это сделать, мы с вами посмотрим маленький фрагмент батла и попробуем понять, какие там были рифмы. Великая рэп-битва. Террария. Против. Майнкрафта. Всем привет, и здесь Майнкрафт. Я вошел в историю. Тебя никто не любит, как ипотеку в новостройке. Твои фанаты, игроки, ворми, цикапати. Просто смирюсь. Тебе не выиграть, со мной в адом. Мною правит Майкрософт. Серьезная компания. А твоих разработажей школьники не знают. Пиксельный микрофон и очень галый гид сбоку. Вали отсюда сам или окажешься за бортом. Привет, Майнкрафт. Ты о себе возомнил. Ты много. Ты здесь никто, но считаешь себя волгом. Можешь хоть сколько не смешно шутить. Прокопатель. Но я же старше всех твоих школьников. Фанатов. Поставил губ, сломал его. Покопался в шахте. Построил дом босса. Убил пересказ мой. Правда, ты стал настолько ту, что тебя продал создатель. И после этого скажи, что ты, Прокопатель. Итак, начинающий рэпер может использовать для своих батлов простые, точные, женские или мужские полные рифмы. Помним, что это такое? Но если вы хотите, чтобы вас с батла быстро выбросили и вы пошли гулять, вы эти простые рифмы, конечно, можете использовать. Вот такие простые рифмы в батле называются, как, кто-нибудь знает, простые квадраты. Их называют в батле. То есть если у нас, например, такая простая рифма. Игра постепенно принимает серьезные масштабы. Я могу атаковать, не выходя из секретного штаба. Это какая рифма для батла? Слишком простая. Квадраты, простые квадраты, где полностью сохраняются эти окончания. Такие рифмы придумать, ну, как выяснилось, все равно сложно, да, пока что для вас. Но для настоящих рэперов это не проблема. Но за такие рифмы судьи победу не дадут. А для того, чтобы можно было в батле победить, нам нужны сложные рифмы. Сложные рифмы – это рифмы, какие были у нас? Каламбурные рифмы. Это были панта-рифмы и так далее. Ну, например, но не бойтесь очень цивильно. Я нищий, но у меня, как у ваших Бентли, 8 цилиндров. Посмотрите, цивильно цилиндров – это настоящая рифма для батла. Или, например, все, о чем ты наслышан правильно, вроде да только. Твой Лондон ограничен папином полем для гольфа. Что рифмуется? Только и гольфа. Это сложные рифмы. И для того, чтобы научиться их писать, нужно очень много учиться и работать над собой. Вот на этом мы с вами и закончим. Теперь мы с вами теоретики, но пока не практики. Придете домой, попросите ваших родителей, чтобы они вечером предложили вам, но для начала хотя бы буриме, и вы попробовали сочинять стихотворения, а потом вы сможете сами сочинять рифмы. И я желаю вам побед на рэп-баттлах. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...